Привет, друзья! Вы на канале Наука Космос Будущее. Сегодня будем говорить про космическое кино, а именно про нашумевший фильм Вызов. Друзья, сразу скажу, что в этом ролике будет мое мнение, и ваше право соглашаться с ним или нет. Фильм мне очень понравился. Давно я не видела такого душевного современного фильма. Фильм также и крайне своевременный. Огромное количество людей увлекается космонавтикой, и очень важно, чтобы молодые юноши и девушки видели наших прекрасных космонавтов, интересовались космосом. Фильм посмотрит огромное количество людей. Это фильм, который можно и стоит показывать детям. Посмотрите, какой ажиотаж вокруг спускаемого аппарата. Люди стоят в очереди, чтобы к нему прикоснуться. И кто знает, может быть, с этого момента начнется путь будущих покорителей космоса, инженеров и конструкторов, которые вдохновятся этим фильмом. Увидим. Космонавтика, как мы знаем, исторически развивалась очень быстро и активно. Была серьезная космическая гонка. Но очень вероятно, что и сегодня будет нарастать ускорение научно-технического прогресса. Мы видим, как вокруг появляется новейшая техника, невероятные технологии. И очень здорово, что именно мы первые сделали такой крутой имиджевый проект, как съемка фильма в космосе. Это очень своевременно. Мы действительно очень долго ждали этот фильм. Этот фильм вселяет гордость за своих людей, профессионалов своего дела, героев, на высоте показывает человеческие отношения. Это хороший патриотический фильм. Главные герои в фильме ведут себя спокойно и взвешенно. Никто не орет, не устраивает истерик. Хотя мы видим по сюжету, что людям приходится столкнуться с ситуациями на грани. А также в фильме показано, что простые люди могут вести себя как герои. И для нашего общества это норма. Подобный посыл стоит транслировать и в других фильмах, и дальше. Нам не нужна отдельная индустрия искусственных супергероев. Ведь у нас любой простой человек может проявить себя героем. И именно это мы и хотим видеть в нашем кино. Есть в фильме и немного скомканные моменты. Недоведенные сюжетные ветки некоторых персонажей, которые хотелось бы развить дальше. Но в целом количество плюсов перевешивает настолько, что не стоит даже вопрос, смотреть это кино или нет. А какой отличный актерский состав и наши прекрасные космонавты. Есть даже такие трогательные моменты в фильме, где лично я прослезилась. Но не обошел стороной общественность и тот факт, что из-за космической съемки были сняты с полета два наших космонавта. Это, конечно, вызвало резонанс. Стоит отметить, что представители космической отрасли высказывали недовольство процессом производства самого фильма. И на то есть весомые причины. Во-первых, ради того, чтобы в космос отправить актрису-оператора, пришлось снять с запланированного полета двоих космонавтов, которые много лет готовились. Во-вторых, заставляя корабль на МКС вместе со съемочной командой, все управление вынужден был взять на себя один космонавт, Антон Николаевич Шкаплеров. Что, как отмечают специалисты из отрасли, было весьма рискованным решением. Благодаря мастерству Антона Шкаплерова он смог пилотировать корабль в одиночку. Однако проблемы в полете все же возникли. И космонавту пришлось выполнять ручную стыковку с МКС. Поэтому производство такого важного, безусловно нужного и очень своевременного и по-настоящему хорошего фильма было сопряжено с определенными жертвами и серьезными рисками. И то, что государство пошло на эти риски, говорит о том, что важность такого фильма очень большая, а его задачи весьма серьезные. Друзья, резюмируя, я хочу еще раз сказать, что это добрый и светлый фильм, который можно посмотреть всей семьей. Только в соцсетях огромное количество восторженных отзывов. Люди ждали вызов. И не зря. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Увидимся! До новых встреч!